Добрый день. Вот решил записать видео из серии «Комментарии на разные мысли». Это будет видео 274 и будет называться «Что такое мышление?». Убудила меня сделать эту презентацию небольшая встреча Анатолия Баляева и Сергея Евлича, где один, именно Анатолий, ведущий, задает вопрос «Что же такое мышление?». Но ответа не получает. А были еще два вопроса «Что такое мысли» и «Что такое смыслы?». Оба остались неотвеченными. Я решил красненько ответить на этот вопрос, заполнить этот пробел. Отвечу-ка я методом Аристотеля. Аристотель рекомендует на такие вопросы отвечать двумя определениями. Первое определение должно вставить описываемое явление в ряд явлений того же порядка и указывать отличия нашего явления от других явлений этого ряда. Тогда ряд – это система, говорят современным языком, а его члены – подсистема и первого порядка. При указании отличий надо, конечно, указывать взаимосвязи. Второе определение должно делить наше явление как систему на подсистемы первого порядка. Тогда наше явление – ряд, а его подсистема – члены этого ряда. Итак, попробуем. Значит, надсистема. Человеческая деятельность делится на мышление и действие. Действие работает с элементами реального мира, мышление работает с копиями этих элементов на разных носителях, в том числе и на нейронах мозга. Но есть еще одно деление действительности, когда мы работаем в одиночку и когда мы работаем вместе. Мышление – это работа с копиями, когда ты один, а сознание – это работа с копиями, когда мы вместе. Работа с элементами, когда мы вместе, называется взаимодействие. Вот такая таблица – четырехчастная человеческая деятельность. Один и вместе. Один – это действие или поведение, если с элементами реальности. Мышление – если с копиями. Ну и вместе, если с элементами реальности – это взаимодействие, если с копиями – то сознание. Это была надсистема. Подсистемы – это пять таких механизмов, которые я называю, как все называют, эмоции, воля, внимание, память и интеллект. Значит, мы живем в потоке задач. Вот тут нарисовано, как на нас движутся задачи или поток проблем. И у нас первый механизм есть, который заглядывает в будущее, предвидит приближающуюся проблему и готовит нас к этому будущему. Это эмоции. Второй механизм, когда проблема приближается, мы можем ее проигнорировать, а можем взять ее и начать решать. Это наше решение. Механизм, который его принимают, называется воля. Наконец, когда мы приняли решение, что мы решаем эту задачу, мы переводим ее на свой внутренний язык, разбираем по косточкам и как бы упаковываем в наш мозг. Этим занимается внимание. Очень важный механизм. После того, как мы упаковали эту проблему в наш внутренний вид, мы начинаем подыскивать решения из готовых. Этим занимается память. Здесь память ничего хорошего не находит. Приходит на помощь интеллект, который комбинирует старые решения, чтобы создать новое. Вот эти пять систем и составляют мышление. Я сейчас процитировал письмо 13 из своей новой книжки «Антропология для инопланетян». Она есть в электронных магазинах типа «Озон» или «Изадельство Ридера». Она есть на Ютубе в аудиоверсии. Я сейчас записываю 24 из 40 писем, так что очень рекомендую. Там были еще два вопроса. Что такое мысли и что такое смыслы? Мысли – это те самые копии, с которыми работает мышление. Те элементы, с которыми оно работает. А смыслы – это их взаимосвязь мыслей между собою. Потому что это со-мысль, смысл. Ну вот и все на сегодня. До новых встреч.